Не делай добра, не получишь зла. Это народная мудрость, как нельзя лучше, иллюстрирует тему сегодняшнего выпуска. Наша героиня хотела как лучше, хотела всем помочь, а получилось, как всегда. Я очень боюсь, что меня посадят в тюрьму. Нельзя подписываться Ивановой, когда вы не Иванова. Я об этом меньше всего думала. Микрофинансовая организация – это неблаготворительный фонд. Это взаимовыгодная схема, причем здесь доброта. Вы одно говорите, она другое говорит. Но теперь вопрос самый главный – где деньги? Даже мне стало интересно, где деньги. Вот, мне уже всем интересно, Ирина, всем интересно, кроме вас. Когда человек попадает в затруднительную ситуацию, самое главное, что он испытывает – страх. И сейчас мы узнаем, чего Ирина Выходцева боится больше всего. Я очень боюсь, что меня посадят в тюрьму. Очень боюсь. Я как бы очень примерный гражданин. Все время как бы вела правильный образ жизни, никогда ничего не нарушала. И я даже не думала, что вот такие мои действия приведут к таким последствиям. Я жила как простой гражданин обыкновенный в своем государстве, училась, работала. Работала много, потому что у меня ребенок, я жила без мужа, старалась воспитывать дочь, работала в школе, других детей воспитывала. И никогда в жизни я даже не думала, что совершу какое-то преступление. В этой школе я работала 10 лет мастером производственного обучения. Мы с детьми разрабатывали учебно-опытный участок, который находится за зданием этой школы. Мы носили камни, корчевали пни. Ее руками был создан, оформлен и с выдумкой, с фантазией весь цветник около школы. Если бы вам кто-то сказал, что Ирина способна на мошенничество, вы бы удивились? Ну да, я бы удивилась, потому что это трудолюбивый человек. Она во многих сферах себя проявила, и рукоделие, и все. Живет своим трудом. Я бы удивилась, конечно. Я бы не поверила. Вы знаете, мне так неудобно. У меня все вещи в коробках. У меня нет денег, чтобы купить мебель, чтобы сложить все как-то, как положено. Но все, живу вот в коробках, как на вокзале. Кровать мне подарили друзья. Телевизор мне тоже подарили друзья. Меня обвиняют в мошенничестве. Но я никого не обманывала, никого не хотела обмануть. Я только помогала людям. Я старалась им помочь в их сложившейся ситуации. Больше всего они меня, скорее всего, обманывали. Потому что придумывали какие-то истории, чтобы я им помогала. Я себе денег никаких не присваивала. Я работала только с документами. Я их даже в руках не держала, эти деньги. Я только хотела помочь людям. Больше ничего. Я не думала, что... Даже не подозревала, что если человек мне доверяет, если я за него распишусь, то это будет преступлением. Потому что я ставила за людей в документах подписи их. Люди как бы доверяли. Даже бывало так, позвонят люди. Нам разрешали там переводить денежки по карте. Я могла перевести, а договор я могла оформить. И просто за человека расписаться, если он не мог прийти, например. Там или в деревне живет, или некогда, или как-то вот где-то в больницу попал. Я могла просто на карту перевести денежку ему. А потом либо он отдавал, либо мы переделывали договор. И потом человек подписывал сам этот договор. Человек, который пришел за деньгами, он всегда пытается что-то накрутить, навертеть какую-то ситуацию, что ему так плохо. Я вот с каждым моим клиентом, с каждым, я обо всех все знаю. Потому что они приходят и прям выкладывают все. Вот у меня такая ситуация, да, там у бабушки, например, там пенсия с карты почему-то куда-то делась. Вот были такие случаи. Приходит вся в слезах. Ну, естественно, как я не помогу ей? Но мы все равно пытаемся помочь каким-то образом. Хоть сколько-нибудь денежек выдать. И чтобы поменьше процент был. Я всегда вот старалась, стремилась к тому, чтобы людям поменьше, потому что это, там же большие проценты у нас все время шли. Я все время пыталась как-то вот поменьше сделать. То есть помочь людям, прям вот реально помочь. Во всех местах работы, где я работала, в основном это работа с людьми. Поэтому везде требовалась доброта, надежность, ответственность, умение помочь людям, умение поговорить с людьми, быть всегда другом, товарищем. Ну, я воспитывалась в Советском Союзе, поэтому нам все эти качества, они, мы с ними родились, с этими качествами. Я думаю, что все люди должны быть такими, как я, добрыми, надежными. Как так получилось, что добрый и надежный человек оказался в затруднительной ситуации, мы сегодня выясним у Ирины Станиславовны. Ирина, давайте немножечко восстановим обстоятельства вашей жизни. Мы уже знаем, что вы довольное время работали в школе. Еще. Еще где работала? Да. Значит, в школе, в доме отдыха для слепых я работала, в продовольственном магазине я работала. Еще я пекла хлеб на частной пекарне, в клубе в сельском работала. То есть это такая социальная сфера? В Советском Союзе, да. Проблемы, как я понимаю, случились на последнем месте работы. Что это было за место? Это я работала в микрокредитной компании, которая выдавала денежки в маленьких суммах до получки. Ну, микрозаймы с большими процентами. Как вообще случилось, что вы устроились на работу именно туда? Мне кажется, это вообще не ваша сфера. Ну, дело в том, что работы не было, и мне предложили, и мне нужно было ухватиться за любую работу. То есть это для вас была официальная работа? Официальная работа, да. Именно поэтому вы на нее и согласились? В то же время я работала еще в соцзащите. И совмещали? Да, но мне как бы недостаточно было одной этой работы. То есть я могла еще на другую работу устроиться. Я пошла работать в эту организацию. Как долго вы проработали в ней? Четыре с половиной года. Ну, что такое микрокредитная компания, мы все знаем. Это небольшие суммы на короткий срок под довольно значительные проценты. И если вдруг возникает какая-то просрочка, то проценты становятся еще более значительными. Насколько эта работа была вам близка, скажем так, по сердцу? Просто пошла, научилась и работала. Не то что близка, но я как бы поменяла много мест работы, да, в своей жизни. Ну, что-то можно начинать и сначала делать. Что же вы натворили и в чем вас обвиняют? Меня обвиняют в том, что я оформляла договоры фиктивные. Фиктивный договор – это когда я подписывала договор, документы сама, своей рукой, ставила фамилию того человека, на которого был оформлен этот договор. Это правда? Это соответствует действительности? Ну да, я это делала, но по разным причинам. Я считаю, что причины были всегда уважительные. Какие? Например, человек не мог приехать вовремя. Срок действия договора заканчивался. Вот. Человеку надо было приехать, он, например, не мог приехать из деревни. Либо заболел, либо уехал куда-то на лечение. То есть он хотел оформить займ, звонил вам, вы оформили договор и расписывались за него, правильно? Ну, и такие случаи были. А еще какие? Ну, вот я начала рассказывать, когда заканчивается срок действия договора, а человек, например, находится на вахте где-то, на работе, он же не может приехать. Я ему звоню и говорю, у вас закончился срок действия договора, я переоформляю договор. Приоформляю это, значит, он сейчас не может приехать. Естественно, я за него расписываюсь сама, чтобы документы по договору занести в базу. То есть когда подходил срок вот этих договоров, то человек гасил долг? Или срок погашения долга тоже откладывался по каким-то причинам? Не всегда. Когда заканчивается срок действия договора, человек может не гасить договор, а просто его переоформить. Пролонгировать. Да, дальше. Чем это ему грозит? Более такими серьезными процентами? Нет. Нет. Условия остаются те же самые. Я так и не поняла, почему вы были вынуждены ставить свою подпись, и в чем здесь спасение людей? Срок действия договора заканчивается. Естественно, его нужно закрыть, чтобы открыть новый договор. Так как нет человека, то я там, например, открыть договор на Иванова, а я закрываю этими денежками Сидорова. А когда Сидоров возвращается откуда-то, он привозит деньги и все становится нормально. И закрывает свой договор. Но вы же понимали, что это с точки зрения отчетности не очень правильно? Вы знаете, люди, когда приходят в микрокредитную компанию, там, ну вот ко мне, да, мы как бы друг друга все знаем в городе. Например, я звоню, там, Оля, у тебя заканчивается срок действия договора. Она мне говорит, ну, я говорю, ей надо переоформить договор. Она говорит, мне сейчас некогда, я вот тут вот на работу туда-сюда мотаюсь, вот, и да распишись, ладно. И все вот так вот происходило. А потом что случилось? А потом случилось, что этого нельзя было делать. И, насколько я знаю, к вам однажды пришла ревизия. Давайте посмотрим, как вы нам это рассказали. Когда я пришла на работу, в последний день моей работы, у нас уже пандемия была. Мы работали с закрытыми дверями, ну, то есть там по звонку человека запускали в офис. Вот. Вот, ну, я была закрыта, и мне набрал руководитель по телефону, звонок прошел. Я ответила, он говорит, Ирина, запустите меня, я стою у вас под дверью. Вот, я открыла дверь, значит, на пороге офиса был руководитель, ревизор и работник службы безопасности. Вот, они зашли ко мне в офис и сказали мне, что мы приехали с ревизией и будем проводить ревизию. Вот, сначала кассу, значит, у нас сейф стационарный стоит. Вот, и открыли сейф. Там не оказалось нужной суммы денег, которая должна была присутствовать. Это для вас была случайность? Или вы знали, что эта ревизия покажет недостаточность? Да, я знала, что в кассе нет денег в полном объеме. Вот. Но дело в том, что те займы, которые свой срок уже отработали, я их закрыла. А на следующий день я могла опять же на этих же людей открыть такие же займы, и тогда бы недостачи не было. Я деньги сами, я не брала, никуда не девала и ничего не делала с ними, себе не присваивала. Просто работала вот с документами, с фиктивными займами. Ирина, насколько я могу судить по вашим словам, вы вот к тому, что вы делали, относились спокойно? Ну да, я не думала, что я делаю что-то сверхъестественное. Как мы услышали, 54 тысячи было недостачи. И еще договоров с вашей подписью. На какую сумму? О какой сумме вообще идет речь? На 800 тысяч. А вы понимали, что если люди в срок не вернут деньги, то все вот это останетесь должны вы? Да нет, я надеялась, что люди принесут деньги. Они вас не подводили? Нет. Из личных я не докладывала, у меня нет таких средств, чтобы докладывать за людей. Я оформляла на другого товарища договор, и этими деньгами гасила тот договор, который нужно было погасить в этот день. Но вы же понимаете, что это какой-то замкнутый круг возникал. То есть вы же не сразу этих фиктивных договоров оформили на 800 тысяч. В последнее время, с января, наверное, месяца, люди почему-то стали меньше приносить денежек. Я не знаю, по какой причине, но вот как-то вот подупало. Но в просрочку, конечно, мне не хотелось людей отправлять, потому что испортится кредитная история, и потом люди не смогут дальше пользоваться услугами таких компаний. Вам всех было жалко? Да. Насколько я знаю, Сергей один из людей, которые обращались к вам с просьбой о том, чтобы не портить его кредитную историю. Правильно я понимаю, Сергей? Расскажите, пожалуйста, как это было? Нужны были деньги. Я заходил в эту микрокомпанию, вот с Ириной Выходцовым там познакомились. И, получается, она помогала сделать мне там процент по ставке ниже. Например, там если ставка была там сколько-то 10%, она эффективно мне ставила, получается, за место... Я, например, брал 5 тысяч рублей, она мне ставила сумму 10 тысяч рублей. То есть я под эту сумму расписывался. Вот. И в итоге у меня, получается, не 10%, а была ставка 8. То есть я за те деньги, которые брал, например, 5 тысяч рублей... Ну, фактически я брал 5 тысяч рублей, а эффективно у меня по договору было 10 тысяч рублей. Вам было не страшно вот расписываться за такой документ, который не соответствует действительности и тем деньгам, которые вы на самом деле взяли? Ну, я-то взял-то всего меньше. Ну, фактически... Ну, а в документе-то написано 10 тысяч. Ну, в документе написано 10. Вы не думали о том, что если вдруг возникнет какая-то проверка, то с вас взыщут 10 тысяч? Ну, про это, честно, я не думал. Ирина, а вот те еще дополнительные 5 тысяч, которые якобы взял Сергей, они куда девались? Они шли на погашение каких-то проплат по другим договорам. Сергей, вы когда-нибудь Ирине за ее услуги платили что-нибудь? Нет, ничего никогда не платили. То есть Ирина вымогала из вас лично деньги? Нет, ничего никогда такого не было. Она просто говорит, ну, по доброте душевной, она предлагала вот такую мне, получается, схему. И я соглашался, и все, и получается, два или три раза я брал этот микрозайм, мне нуждался я, и все, и отдавал деньги в срок, все, то есть нормально, все. Людям было как бы это выгодно, что я увеличиваю сумму займа, и у них получается меньше процентная ставка. А вот эти деньги, разница, она куда девалась? Вот эту разницу, которая оставалась, я погашала этой разницей, то есть делала платежи по другим договорам. Ну, насколько я знаю, что таких людей было достаточно много, которым вы помогали не впадать под просрочку или делали меньшие проценты. С некоторыми из них нам удалось поговорить, но не все такие смелые, как Сергей, не все согласились открыть свое лицо. Давайте послушаем, что они нам рассказали. У меня дочь учится в университете в Москве, и ей нужны были деньги либо за университет заплатить, либо за квартиру заплатить. Ирина всегда выручала, никогда не отказывала, какие-то займы оформляла, ну, с моего ведома. Никогда не была против, что она что-то оформляет. Все это знала, она все честно выплачивала. Претензий к Ирине не имею никаких абсолютно. И больше скажу, что Ирина – это настолько добрый человек, который не отказывал никому. Были такие люди, были такие просрочки, которые Ирина старалась сама как-то перекрыть. Ну, вот поэтому, в принципе, и получались займы. Она спрашивала, можно вот я оформлю на тебя? Ну, да, конечно. И вот она этими займами пыталась как-то закрыть других людей. Мигрозайм я брала на похороны мамы. Первый месяц я не выплатила проценты. И Ирина меня прикрыла. Сказала, я вот одолжу тебе, или как она там это, закрою за тебя эти проценты, а ты поскорее постарайся найти денег и отдать. Ну, там через какую-то, может, неделю, я не помню. Я вернула вот проценты, а потом уже выплатила весь кредит. Микрозайм этот. Вы знали, каким образом Ирина это перекрывает? Нет, не знала. А предполагали, что? Ну, из своих личностей, может быть, зарплата там, я не знаю. Ну, наверное, она меня просто пожалела. Я считаю, что эта ситуация несправедлива. Почему? Ну, потому что люди, которые брали эти кредиты, микрокредиты, да, я считаю, что они должны были сознаться в этом, не бояться того, что там кто-то что-то говорит или еще что-то. Вообще всей этой ситуации не нужно бояться. У всех людей, мы люди живые, и у всех бывают разные ситуации. Я еще раз напомню, что речь идет о Юханове и окрестных деревнях. То есть, действительно, небольшой город, где все друг друга знают, небольшие зарплаты. И это очень в стиле жизни всех людей, особенно в деревнях. Когда, например, можно прийти в магазин и сказать, Люба, у меня тут не хватает до получки денег. Можно я возьму пару окорочков? И Люба достает волшебную тетрадку и записывает. Марья Ивановна взяла два окорочка и, например, килограмм сахара и два килограмма муки. Вернет такого-то числа. Я понимала, что я не Иванова, но я понимала, что человек все равно придет и принесет деньги. Дело не в том, придет или нет. Дело в том, что нельзя подписываться Ивановой, когда вы не Иванова. Мы все называем это добротой. Я клинический психолог, я в такую доброту не верю. Я буду откровенно с вами говорить. Поэтому я хочу вас спросить. Скажите честно, от количества договоров, которые вы открыли и смогли это сделать, зависела ваша заработная плата? Заработная плата зависела от количества собранных процентов по договорам. То есть чем больше договоров, тем вам лучше? Да, но у меня количество договоров не увеличилось и не уменьшалось. Вы продлевали договора, давали большие суммы. Это тоже влияло на вашу зарплату? Естественно. Если у вас берут люди не 5 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей, вы получаете большую заработную плату. Да, но... Ну вот видите, получается, вы имеете определенный материальный бонус за эту схему? Ну не за эту схему. Как-то? А за что тогда? Дело в том, что количество договоров, например, у меня в месяц было 100 договоров, и в следующем месяце у меня все равно их будет там 99 или 101. А если бы вы этого не делали, их было бы 20, а не 99, это повлияло бы на вашу зарплату. Правда же? Ну да. Ну давайте говорить откровенно. Да, ну конечно. То есть получается, вы все-таки имели материальный бонус за то, что вы делали? Ну в принципе да. Мне кажется, этим больше объясняется то, что вы делали. Мне просто не очень понятно, почему мы называем это добротой. Выгодно Сергею, и он, наверное, тоже понимает, что это обман, потому что он расписывается за то, что он это не делает. Выгодно вам. Это взаимовыгодная схема. Причем здесь доброта? Я об этом меньше всего думала. Как это? Вы не думали, у вас так много денег? Вы не думаете о том, сколько заработаете? Почему? У меня стабильная зарплата была, я ее не увеличивала, я не уменьшала. Но дело в том, что самая главная причина – это чтобы человек не попал в просрочку. Это самая главная причина. В том месте работы, где вы работали, вы один был сотрудник или у вас была еще коллега? Один, я была один сотрудник. А вы одни и работали одна. Я так и не понял вот этот кассовый разрыв. Но я понял, что деньги вы выдавали, сами себе ничего не получали, значит, куда-то деньги направлялись. Так, я полагаю, как МФО, вы, наверное, на карточку отправляли клиенту. Правильно? Эти деньги я направляла на оплату других договоров. Вы проработали в микрофинансовой организации 4,5 года, насколько я знаю. Да. Когда впервые вы решили, ну вот как вы говорите, помочь человеку покрыть его задолженность или сделать меньшие проценты? Первый случай вы как таковой не помните? Да нет. Нет? Ну, это, наверное, происходило каждый день, когда люди приходили, возможно, плакали, давили на жалость. Как вообще это было? Расскажите. То есть вот с чем вам приходилось как работнику сталкиваться? Ну, были такие случаи. Человек приходил и говорил конкретно, вот нет денег, помоги, что-нибудь придумай, потому что он понимал, что завтра он попадет в просрочку. А инициатива-то чья была? Молодой человек, когда рассказывал свою историю, сказал, я пришел, хотел взять, мне Ирина предложила. То есть получается не они приходят и плачут, а они приходят, говорят, у меня такая ситуация, и вы предлагаете, как сделать лучше. Инициатива-то чья? Ну, конечно, по организации, конечно, моя инициатива. А зачем вам это надо? У нас люди очень мало зарабатывают, и чем меньше процент, тем им же удобнее. Конечно. А может быть, им удобнее вообще, например, не брать микрозаймы? Ну, кому-то может быть и удобно не брать. Вы говорите о том, что сейчас это удобно. В данной ситуации для Сергея это было удобно. Он брал 5000 рублей, соответственно, вы оформляли кредит на 10 тысяч рублей, уменьшалась процентная ставка. По итогу, Сергей, сколько отдавал вам денежных средств обратно? 5000 или 10 тысяч? 5000 и проценты, которые у него набежали. За 5? То есть повышенные проценты, правильно? Или нет? Нет. А вот пониженные. Наоборот, пониженные. Процент пониженный, а сумма займа основного у него, как была 5000, так и осталась. Вот как они вам деньги приносят? Вы оформляете какие-то документы, все проходит по кассе? Ничего не проходит на карточке, все проходит по кассе? Нет. Ну, если человек переводит деньги на карту, отдает, например, да? Насчет организации. Да. Ну, у нас зарплатная карта в организации, и нам разрешали пользоваться этими картами. Человек может там, например, где-то он на вахте, он может прислать денежку на карту. Я эту денежку снимаю наличными, приношу в офис, оформляю. А, вам на карту или организацию? У вас карта организации была? Ну, она у нас зарплатная была карта. То есть наличную карту и у Ирины вообще-то? Да. То есть это ваша карта? Ваша зарплатная карта? От организации, да. От организации. Ну, это ваша личная карта. Они, то есть, вам присылали, вы просто снимали, чтобы было всем удобнее, и вносили в кассу. Да. То есть никакого расчетного счета организации не было. Сами люди не могли пойти и закрыть онлайн где-то свой долг. Нет. Они должны были прийти к вам. Только через меня, да. Только должны были прийти к вам. Нет, но они могли обратиться к Ирины. Как-то странно, в наше время, когда любой платеж можно совершить практически в любой точке земного шара, с телефона, немножечко странно. Есть расчетный счет организации? Они могли, нет, не на расчетный счет, они могли обратиться в любой пункт, потому что у нас их много по стране. В наше. А почему же они этого не делали? Да, наши люди как-то... Я пытаюсь понять, где деньги. То есть вы те люди, которые сказали, мы все сами, доказательство оплаты, что вы сами. Если они вам реально на карту скинули, то мы видим, что да, вот он скинул такого-то числа, вы закрыли этот договор. А если он на карту вам не скидывал, в организацию не платил, а договор закрыт, спрашивается, откуда? И тогда мы этого можем человека позвать. Ты говоришь о том, что ты не платил, точнее, ты сам заплатил, а доказательство оплаты твоей нет. Вот мы можем так сделать? Есть такие люди, которые... Свидетели. Которые, да, сказали, что вот я там еще должен в организацию, то есть он мне все проплатил. Но этот займ, он уже является фиктивным, то есть он уже на мне как бы находится. А тот первый займ... Вот смотрите, вы же брали этот новый займ, чтобы погасить его первый займ. Вот первый займ. Он говорит, я сам его оплатил. Доказательство. С чего? Значит, ты его не оплатил. Значит, вот этот фиктивный займ был взят в твою пользу. Выгодоприобретатель не вы. То есть вы деньги не брали, взял этот человек. И получается, что в том договоре тоже должна стоять подпись Ирины за этого человека. И зовем этого человека и говорим, ты же получил эти деньги. Ты же получил. Тогда верни то, что ты не основательно обогащение получил. Понимаете? И тогда, получается, ваша сумма убытка, которую вы принесли работодателю, а на сегодняшний день вы принесли своими действиями работодателю убыток, он будет снижаться. Для, может быть, условного Сергея или Марьи Иваны, где-то Ирина была хорошая. Но для работодателя это однозначно убытки, потому что микрофинансовая организация – это неблаготворительный фонд. Есть эти люди-то? Ну да. Можем их пригласить? Люди, которые должны, как бы по договорам, они все сказали, что мы все заплатили, ничего не должны. Доказательства. Вот нам нужно доказательства. Это даже поможет вам в вашем процессе. Если вы говорите, что вы все оплатили сами, давайте доказательства. Чеки пришли к вам, расписались, что они оплатили. Понимаете? А сейчас, получается, вы за них заплатили, выгоды приобретатели – они. Мы послушали не всех клиентов той самой микрофинансовой организации, где работала Ирина. И еще с одной бабушкой мне удалось поговорить. Давайте послушаем и ее тоже. – Вы никогда не брали по договору деньги? По договору брала, и я рассчитывалась, приношу, отдаю. Я как договаривалась с ней, что я говорю, Ира, ты мне дашь? И потом, в общем, деньги, я буду с пенсии только отдавать по тысяче рублей. И я как только пенсия, вот у меня была загвоздка тогда, когда с карточки украли деньги. Вот тут у меня загвоздка была, я не сдала там тысячу рублей, но потом я опять начала отдавать. А когда сняли с карточки деньги, то что вы сделали? Вы Иру об этом предупредили? Кому? Иру предупредили об этом? – Да, я говорю, у меня сняли с карточки деньги, вот. И я говорю, я не знаю, но объяснила эту ситуацию. – И что Ирина сделала? – Я не вспомню, что Ирина сделала. – Значит, сейчас вспомню. Я говорю, после этой болезни вообще. Сняли с карточки деньги, я говорю, и мне нечем тебе заплатить. Я с ней договорилась по тысяче рублей. Я отдавала пенсию, она, о, молодец, о, молодец. Приношу, она, я нигде не расписывалась, отдаю тысячу. Она туда, куда я не смотрела, да я и не вижу. Куда она там вложила эти тысячи рублей? Я говорю, ну ладно, теперь до следующего раза. У меня нашлась эта пенсия, где, как, я не знаю, не в курсе этого. И все, а так я отдавала постоянно от тысячи рублей. – Да, это я поняла. Только один раз было такое, что у вас куда-то пенсия с карточки делась, и вы пришли к Ире, а как она выкрутилась, вы не знаете? – Нет. – Не знаете? – Не знаю. Вы говорите о том, что данная бабушка, она не оплачивала. Вы за нее оплачивали. Я так правильно понимаю вас? – Да, договор. – Бабушка говорит о том, что она оплачивала. Я правильно понимаю? – Да. – Получается, два разных показания. Вы одно говорите, она другое говорит. Вы или ваши адвокаты заявляли ходатай о проведении очной ставки с тем, чтобы исключить данное противоречие? – Очные ставки были, но с теми людьми, то есть с Сергеем была очная ставка, и другие там люди присутствовали. – Но Сергей на самом деле не противоречит вашим показаниям. А вот эта бабушка категорически противоречит. То есть два разных показания. С теми людьми, к которым действительно противоречие, вы, следователь, очную ставку не проводил? – Нет. Вы согласны были бы пройти полиграф? Это детектор лжи. – Может быть, и согласна, только вот не сейчас. – А что бы мы хотели узнать на детекторе лжи, Ирина? – У нас есть разночтение. Юрист предложил очную ставку. Это одна из форм как раз выяснения того, кто говорит правду. В общем-то, это следственное действие для этого. Я как полиграфолог знаю гораздо более эффективный способ. Вы говорите, или вы, или та бабушка. Ну, грубо говоря, да? Давайте выясним. – Ну, можно сделать, но только я сейчас не готова. – Что значит сейчас не готова? Не очень понимаю. А что вам нужно для того, чтобы быть готовой? – У меня со здоровьем проблема. – Какие? – Давление скачет очень сильно. – Ну, если состоится суд, и вам вынесут какой-то такой строгий приговор, здоровье от этого вряд ли улучшится. – Вопрос в том, хотите ли вы доказать свою правоту. Мне кажется, это очень хороший способ сказать, посмотрите, я прошла детектора лжи, я говорю правду. Примите это во внимание. – Ну, мне нужно время какое-то, чтобы определиться. – Вы вообще признаете то, что вы сделали что-то неправильное? – Я признаю, что я не должна была подписывать эти договоры. Денег я не брала. Людей я не обманывала. Я просто звонила там человеку и говорила там «Лена, можно я на тебя открою договор? Немножко попользуюсь». То есть мне нужно было перекрыть что-то, попользоваться этими деньгами. То есть эти деньги я брала из кассы и обратно вносила туда же, в кассу. Только по другим документам. – Вот эти ваши действия, которые привели сейчас в ту ситуацию, в которой вы находитесь, когда начались? За год, за два вот этот весь объем образовался? – Ну, это не год, поменьше года. – Поменьше года. То есть, Ирина, вот смотрите, со стороны логики… – То есть три с половиной года вы не делали никакие эффективные договоры, а стали только вот в последний год это делать. Почему? Я вот все пыталась понять, что вас к этому вынудило? – Ну, я не знаю, может быть, люди как-то не приходили, люди попадали в затруднительное положение. – То есть три года, все было нормально, и, соответственно, ваша заработная плата была нормальная. Потом пошел спад потребительский, если мы так можем его назвать. Люди перестали приходить, и вы таким образом подняли себе количество людей. Вы про это? – Нет. – А что значит, люди перестали приходить? – Ну, у людей все труднее и труднее складывалось положение. Там человек сегодня в этом месяце не пришел, на следующий месяц не пришел. Ну, позвонил, я не могу, у меня нету денежек. Я начала оформлять… – Вот этот момент, когда я меняю свою поведенческую активность, он всегда запоминается. Вы знаете и помните, почему начали так делать. Но я не понимаю, почему не рассказываете нам об этом. – Я тоже удивилась, потому что я же задала этот вопрос. – Вы трижды его задали, да. – Что с подвиглой, Ирина? Я это не понимаю. – Почему вы не хотите нам рассказать? Как так получилось? – Я не знаю, но дело в том, что я никакой своей выгоды не имела. – Слушайте, мы с вами как минимум одну выгоду нашли в самом начале программы, но зачем же сейчас лукавить? – Я вот все-таки хочу верить в доброту человеческую, и я вот все-таки вот ищу вот… – Я тоже хочу, именно поэтому вы пригласили Ирину в студию. – Да, и поэтому я говорю, если у Ирины было желание помочь этим людям, то есть это можно выйти на диалог с руководством. – Ну вот так же объяснить. Мария Петровна – пенсионерка, вот она из моего района, она не может платить. Давайте снизим, и мы ей закроем кредит. Я уверен, любой руководитель, чтобы не потерять вот эти финансовые показатели, он скажет, давайте снизим. – Очень жаль, что руководитель этой микрофинансовой организации, где работала Ирина Станиславовна, не захотел участвовать в программе. Мы ему предлагали, мы побеседовали с ним по телефону, но от любого комментария для программы он отказался наотрез. И, кстати, они считают, что еще очень мягко поступают с Ириной. – Поверьте мне, из любой практики МФОшной организации они тоже борются за прибыль. И понимая, что человек ничего не заплатит, они будут к нему ходить домой, просить эти деньги, и он ничего не заплатит, они будут согласны хоть на что-то. – Вот, кстати, вы считали, что вы помогали людям, помогали им как-то выбраться из финансовой ямы, в которой они оказались в результате тех или иных обстоятельств. Когда вы, когда с вами беда случилась, ну, это же беда, то, что сейчас у вас происходит, кто-нибудь сказал, Ирин, ну вот ты нас выручала, мы скинемся по 500 рублей и поможем закрыть этот долг? – Нет. – Нет, никто. – Вообще вся вот эта вот история, чему научила вас? – Я больше не буду помогать людям, не буду за них ручаться, буду жить правильно и хорошо. – Эта ситуация сложилась из-за того, что вы, может быть, где-то слишком много взяли на себя ответственность за жизнь других людей, ну, во всяком случае, за их финансовое благополучие, за то, за что вы не отвечаете. – Ну, как сейчас выяснилось, то да, конечно. – А раньше вы этого не знали? – Нет. – Нет. – Я не думала об этом, что я неправильно делаю. – Я просто думаю, что вот в связи с тем, что вы делали внутри своей организации, у вас должна была быть уже такая слава внутри Юхного, что вот к Ирине можно пойти, и она вот там немножко подшаманит, всегда поможет там с деньгами, с процентом, там что-то перекроет. – Почему подшаманит? Люди просто приходили и брали займы. Я им рассказывала, сколько он будет платить конкретно, на какое число там. Есть люди, которые приносят прямо с пенсии. Вот он взял второго числа, а пенсия у него 22-го. – Я чётко за каждый день говорила, какую сумму он принесёт 22-го числа. – Но теперь вопрос самый главный. Где деньги? То есть или они у этих людей, или они у вас. Если кому-то вы помогли, а кто-то получил эти деньги, пусть он подтвердит. А вы подтвердите, что вы их не брали. – Мне просто уже объяснили, что так как эти договоры подписала я, то люди… – Договор, да. – Ну, Ирине, понимаете, дело в общем, что если вы действительно не брали эти деньги, вам нужно любой ценой доказать, что вы не виноваты. – Почему вы берёте вину на себя в данной ситуации? Мы с вами смотрим линию защиты. Есть у нас документ. Во-первых, вы обвиняетесь по статье, наверное, 159-й, часть 3-я. Правильно? – Это тяжкое преступление. Часть 3-я – это с использованием служебного положения в данной ситуации. То есть те люди, которые брали, не брали, отдавали, не отдавали, мы к ним претензий иметь не можем в данной ситуации. У нас есть должностное лицо, которое своей росписью ставило за других людей, и она должна отвечать именно только за это, а не за то, что другой человек взял денежные средства и не отдал в данной ситуации. Если мы даже и выясним, да, брали деньги другие люди, Ирина им помогала, не помогала, на суть дела это никак не повлияет. Ирина уже совершила данное преступление, к сожалению, она призналась, что она действительно совершила преступление, и она будет за это отвечать. – Состав мошенничества в чём? Насколько я понимаю, это когда я получаю... – Умысел должен быть. – Да, умысел, даже без умысла. У нас получается, что без виновных преступлений так не может быть. – А если у нас умысел помочь людям, понимаете, вот в чём дело-то. – Если я не взяла ни копейки, как я могу быть мошенницей? – Согласен. – Понимаете? Значит, это самое главное, что мы должны установить. – Человек признался, что да, действительно, он совершил данное преступление. – Ставил подпись, но она не признаётся в том, что имела материальную выгоду. – Согласен, согласен. – А это же важно. – Если Ирина считает, что она не имела никакого умысла, а здесь самое главное, это умысел должен быть, то она должна доказать, что у неё умысла не было, она добрая и пушистая в данной ситуации. Если она сможет доказать, то замечательно. – Как вы будете доказывать свою невиновность? – Да, и поэтому вам как раз Ирина Александровна и говорит, вы, пожалуйста, пройдите полиграф, это хотя бы хоть какое-то будет доказательство. – То есть вы вообще не знаете, как будете доказывать свою невиновность? – Даже мне стало интересно, где деньги. – Вот, мне уже всем интересно, Ирина, всем интересно, кроме вас. – Это неправильный вопрос. – Где деньги? В кассе, в кассе, в тумбочке, да? – Хорошо, а такой вопрос, скажите, пожалуйста, а вы максимально, какую сумму вы давали людям? Там 5, 10, 20 тысяч, сколько вы давали максимально? – Максимально 30 тысяч, а размер подчиненного ущерба 800 тысяч рублей. Вот если мы просто берем за год, да, то сколько это получается? Людям вы так помогли в данной ситуации? – Достаточно много. – Достаточно? – В районе 50, наверное, так. – Мне кажется, здесь вообще проблема и финансовой грамотности, и юридической. – У широкого круга. – У всех. – У всех, да. – Ирина, мне вас искренне жалко, но давайте не будем называть эту помощью. – Это взаимовыгодные действия. – Ну и второй вопрос, Ирина, тоже отчасти хорошо скрылась, ревизия приехала. – Определили, что вот за 4,5 года они что-то поняли, что как-то все это стало очень активно за последний год. – Приехали. – Вот там нельзя было выстроить свою защиту. – Какой был диалог у вас с работодателем? – То есть вы 4,5 года работали. – Наверное, он лояльно к вам должен был отрестись. – И сколько договоров заключено, да? – То есть вы же какую-то прибыль приносили. – Неужели лояльность нельзя было проявить и сказать, слушайте, ну там за год, за два, за три я отработаю? – Руководитель, который мой непосредственный руководитель, он сказал, что если бы было меньше, то можно… – Меньше чего? Вот сколько? Вот 300, 500. – 100 тысяч хотя бы было бы. – Если была бы недостача в 100 тысяч, он бы не обратился в правоохранительные органы? – Не то, что… Да, да, да. – Ну это потому, что и не крупные размеры, и там не с чем было идти. А вот мы говорим по факту, с чем, что у нас есть. Были какие-то еще предложения вам как-то решить этот финансовый речь? – Как-то отработать, вернуть эти деньги, и тогда он… – Что продать? – Позвонить клиентам этим. – Да, ну мне предлагали продать мою квартиру и быстро расплатиться. – То есть он вам предлагал возместить ущерб этот, и тогда бы он не обратился в правоохранительные органы? – Ну, наверное, и так. – А вы почему отказались? – А как я могу продать квартиру? – Вот мы, когда людям пытаемся помочь, в плане, вот когда они в таких же ситуациях, вот, не могут платить, со всех сторон давят, мы всегда исходим из цифр. Мы всегда, вот, давайте посмотрим по цифрам, обанкротиться, потому что сейчас все говорят, мы вас обанкротим, но тогда люди много теряют. И мы смотрим, что выгоднее – платить потихоньку, договариваться с банками, с МФОшками, или обанкротиться, потому что нет состояния. Вот в вашем случае, мне кажется, по цифрам выгоднее остаться на свободе потихонечку, это не супербольшой долг, закрыть его за два, за три года, за четыре, продолжая бы работать, но уже бы этой ситуации не допускали. – И отсюда вопрос, а на что тогда вы рассчитываете сейчас? – Они мне не предлагали расплачиваться там частями с ними как-то или что-то. – Ну, допустим, полную сумму, просто были бы должны, и эту сумму бы оплатили. – Ну, никто не думал, что будет такой срок. – Я повторюсь, опять-таки, это проблема не только Ирины или кого-то, у нас отсутствие финансовой грамотности, поэтому мы идем в МФО и берем по 400% годовых, думая, что мы когда-то это закроем. – И второе, отсутствие юридической грамотности, что вот Ирина до последнего не думала, что за чужую подпись, за подделку документов, за мошенничество она может получить реальный срок. Но, к сожалению, вот я еще раз призываю и вас, и в будущем решать проблему, не создавая ее. То есть вот уже решилась проблема, давайте сразу, вот я говорю, продали бы квартиру. Один миллион – это следующий взнос на ипотеку, гораздо дешевле, чем вот сейчас. То есть мы могли бы и просто не допустить этой ситуации. – Мне кажется, мы имеем дело именно с теми благими намерениями, которыми вымощена дорога в ад. История, безусловно, получилась запутанная, но, на мой взгляд, нашей героине ничего не остается, кроме как найти в себе силы защищать себя и попробовать хотя бы некоторые из тех способов, которые прозвучали сегодня в студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова